Добрый день! Я старший преподаватель кафедры естественной научной дисциплины Холдова Галина Михайловна. Сегодня мы прочтем лекцию на тему «Дифференциальное уравнение первого порядка». Дифференциально называют уравнение, которое в своем составе имеет производную. Если уравнение содержит производную первого порядка, то его называют уравнением первого порядка. То есть, как мы выяснили, порядок уравнения определяется порядком, входящий в него производной. Если уравнение содержит две или большее число переменных и содержит хотя бы одну частную производную этой функции, то оно имеет название уравнение в частных производных. Общим решением дифференциального уравнения первого порядка называется дифференцируемая функция, которая при любом значении произвольной постоянной С является решением данного уравнения. Решение, которое получается из общего, при определенном значении произвольной постоянной, называют частным решением. Задача нахождения частного решения, удовлетворяющего начальному условию, называется задачей Коши. График всякого решения данного дифференциального уравнения, построенный на плоскости, называется интегральной кривой этого уравнения. Значит, если рассуждать о уравнениях, то можно их разделить на несколько типов. Вот самый первый тип — это уравнения с разделяющимися переменными. Мы их приводим к виду уравнений с разделенными переменными. Например, допустим, у нас есть пример. Решить дифференциальное уравнение. y' плюс 2y плюс 1 умножить на катангенс х равно 0. Мы записываем производную в нужную для решения в виде. То есть мы говорим, что y' — это и есть dy, деленный на dx. Или dy по dx. Мы переносим слагаемую в противоположную сторону. Для этого, конечно, мы меняем знак. И используем основное свойство пропорции. Дальше, после основного свойства пропорции, мы видим, что переменные у нас разделились. То есть слева стоят только переменные y, справа стоит только переменные x. Поэтому мы можем интегрировать обе части. И берем интеграл от обеих частей. Но прежде мы распишем, что катангенс — это и есть отношение косинуса к синусу. И подводим функции под знак дифференциала. И, используя таблицу интегралов, мы получим ответ. Этот ответ можно преобразовать, используя свойства логарифма. И как бы привести его к стандартному виду. Значит, все. Вот это у нас получается ответ. И тем самым мы найдем общее решение, которое запишется в общем виде. Второй тип дифференциальных уравнений — это линейное дифференциальное уравнение первого порядка. Вид у них следующий. Производное. Плюс функция, зависящая от x и от y. Уравнение — это уравнение линейное относительно y. Или уравнение может иметь вид x' плюс p от y. x равно q от y. Значит, это у нас линейное дифференциальное уравнение, зависящее от x. Мы предполагаем решение в виде x равен u умножить на v. Или для этого мы вводим замену. y, равное u на v, находим производную y' равен u' v плюс uv'. Значит, если однородное дифференциальное уравнение, то мы их определяем по виду. У них производная — это функция, которая содержит дробь y, деленная на x. Эту дробь мы берем за t, отсюда выражаем y. Он будет равен t умножить на x. И находим y', который будет выглядеть как t' x плюс t. Линейное однородное уравнение после подстановок сводится к решению уравнений с разделяющимися переменами, про которые мы говорили выше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова